Всем привет, меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами упражнение 10.3.1.3 в Packet Tracer. Для этого открываем само задание в учебнике и скачиваем инструкцию, вот она, нажав по нему и кнопочка скачать и сохранить, а также скачал наших два ПК файлика. Если вам интересно, почему два, потому что сегодня у нас будет немного другой вид Packet Tracer, где мы будем соединять два Packet Tracer между собой и выполнять задания с разных сторон. К примеру, с одной стороны будет сервер, а с другой клиент, и мы будем к ним подключаться с помощью облака. Здесь вводим имя, к примеру, Карина, email и группа. Подтверждаем, то же самое нам нужно ввести в другом Packet Tracer. Вот он. Карина, email и группа. Окей, да. Это задание рекомендую сделать с другом с помощью подключения Ethernet, но если у вас друг или занят, или не хочет это выпадать, к примеру, вы это сможете сделать сами. У вас тоже это получится. Открываем два наших Packet Tracer. Я предлагаю их поставить рядом друг с другом, чтобы нам было проще делать их одновременно. Вот они. Есть. И открываю инструкцию. Эта инструкция будет отвечать у нас за сервер. Это за клиента. Вот. Чтобы мы сразу могли смотреть, сколько баллов мы набрали. Чтобы проверить, какая инструкция, чему отвечает, нажимаем кнопку Check Results и видим, что она отсюда. Ставим сюда. Смотрим, что нам нужно сделать. Вот. Инструкция. Закрепляем. Такс. Сегодня мы будем делать подключение двух Packet Tracer, как мы уже договорились. И заходим в меню Extensions. Вверху. Multi Server. И здесь Listen. Здесь у нас пароль по умолчанию Cisco. И здесь нужно включить Always Accept и Always Deny. Это обязательно, так как иначе наш другой пока файлик не сможет подключиться. И нажимаем кнопочку OK. Дальше нам нужно... Что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно щелкнуть по пиктограмме Multi Server Connections. Это такая тучка с полосочками. Нажимаем по ней и вытаскиваем мультисервер на рабочую область. То же самое нам нужно проделать с другим Packet Tracer. Вот. Главное не перепутать сторону сервера и клиента. Изначально мы настраиваем сервер. Если вы настроите на клиента, вам нужно будет все делать с нуля. Далее нам нужно переименовать наш... Нашу сеть в название Ptmulink. Я это скопирую, чтобы на всякий случай... Для того, чтобы переименовать, раньше можно было просто нажать под ней. Но это сейчас так не работает. Нужно в режим... Перейти в режим физический. Открыть наш город. Открыть наш офис. Вот наше облако, тучка. И здесь прописать название Link. Теперь можем возвращаться в Logical и наша тучка теперь называется Ptmulink. Что нам и нужно. Также хочу обратить внимание, что регистр очень важен. Так как если вы напишите любую из букв, например, маленькую, она не будет подключаться. Нужно делать так, как сказано здесь. Далее нам нужно с чем-то путь по облаку. Нажать incoming. Входящие. И посмотреть, установлен ли у нас флажок. Вот. Use Global Multiserver Password. Нужно, чтобы он был включен. Иначе у нас так же не будет работать подключение. И подтверждаем. Дальше щелкаем по пятокраме Connections и выбираем кабель Cooper Straight Through. Это черный с цельной кабель. Выбираем наш коммутатор Gigabit Internet 01 и подключаемся к облаку. Нажимаем Create New Link. Очень важно подключаться именно к коммутатору, а потом к облаку. Иначе тоже оно подключится неверно и придется делать все заново. Далее смотрим, что у нас хотят. Щелкаем типа S1. Да, вот мы это уже проделали. И далее нам нужно сделать определенное задание со стороны клиента. Вот наш клиент. Открываем. Нам нужно записать эти данные в PDF файлик. Здесь будет для них место. Вот. Эти данные мы берем отсюда. Extensions Multiserver Listen. Вот. Нам нужен IP-адрес, пароль и номер порта у нас 38001. Закрываем. У вас может быть немного другой адрес порта, к примеру 002 или 00. Не переживайте, все правильно. Просто перепишите его. Я сворачиваю нашу инструкцию в PDF и смотрим. Нам нужно, чтобы участник на стороне клиента добавил тоже определенную сеть, облако. Дальше нам нужно подключить его к коммутатору. S2, Gigabit Internet N1, облако, Create New Link. И здесь нам нужно устраивать Outcoming. Вот. Нажимаем по нему Outcoming. Здесь IP-адрес. Нам нужно его сверить. Multiserver Listen. Обычно он не совпадает. 192, 168, 15, 85, 85. Номер порта у меня в конце единичка. И далее нам нужно ввести имя нашего облака. У нас оно называется ptmu-link. Вот. Вводим ptmu-link и пароль cisco. И connect. И вы можете видеть, что наши два облака стали желтыми. Это значит, что мы подключились. Смотрим, что нам нужно сделать дальше. Облако должно стать желтым. Правильно. Нужно щелкнуть пиктограммы Connections. Выбрать кабель. Мы это уже тоже сделали. Подключили. Теперь нам нужно проверить связь через локальное многопользовательское подключение. А это мы можем уже закрыть. Вот. Так. Проверяем. Участник на стороне сервера. Настраивать для сервера ptu-test, ip-address 10.10.10.1. Вот. Копируем. ptu-test, ptmu-test, desktop, ip-configuration, ip-address. И маска по сети 255, 255, ой, она не ошибиться. 0. Закрываем. То же самое нам нужно... Еще нам нужно устроить для нас сервер. Для нас сервер у нас вот такой. просто скопируем, ставим и убираем точку в конце. Закрываем. Дальше нам нужно, чтобы участник на стороне клиента настроил компьютер, тоже ему ip-address. Открываем компьютер, desktop, ip-конфигурация, 10.10.10.10. Маска по сети правильная. И сервер вот такой вот, 10.10.10. Вот он. И закрываем. И вы можете видеть, что у нас уже у первого есть 100 баллов. А здесь 90, потому что я здесь вела неправильный... Неправильную маску. Вот так. Закрываем. У нас тоже 100 баллов. И, как вы можете видеть, у нас все правильно. При желании вы можете проверить подключение. В шаге 2 это все описано. Также не забывайте ввести данные в PDF-файлике и ответить на вопрос, который в конце. А также сохранить PDF, сохранить 2 ПК-файла и отправить у вас на страничке в Netacad. А на этом я с вами прощаюсь и пока всем удачи.